Ко всему относиться с оптимизмом – жизненная кредо семьи Никиты Пчельникова. Несмотря на все сложности, с которыми приходится сталкиваться ежедневно, каждое утро здесь начинают с хорошего настроения. А те дни, когда у Никиты проявились первые симптомы болезни, вспоминают неохотно. Я думаю, что всё-таки это аутоиммунное заболевание. Ну, может быть, где-то и наследственно, раньше как до седьмого колена знали своих родственников. Все болезни знали, а сейчас бабушку, дедушку знаем, и на том. Вот, так что, ну, уже как есть, так и есть, уже с этим живём. Продолжаем жить. Сахарный диабет Никите диагностировали в 8 лет. Болезнь протекала тяжело. Уровень сахара сильно скакал в течение дня. То достигал очень высоких отметок, то резко падал. Не помогали нечастые инъекции инсулина, нестрогое соблюдение диеты. Начали развиваться осложнения. Никита жаловался на боль и зуд в ногах. Ситуация изменилась два года назад, когда мальчику установили инсулиновую помпу. Её и годовой запас необходимых расходников удалось оплатить благодаря РУСФОНДУ. Уровень сахара у Никиты стабилизировался, он стал активнее, настроение и самочувствие улучшились. Она ему подошла, у него хорошая гликированная. У него 7,3 гликированная. Для подростка, для мальчика, который уже 7 уроков в школе, в 3 часа заканчивается. Который сам уже столько времени проводит. Это хорошая гликированная. Есть, конечно, к чему стремиться у нас, чтобы меньше семёрки был. Так что все, кто оказал нам помощь, всем большое спасибо, что деньги действительно пришли по назначению. И в прямом смысле слова, что прислали расходники, и в переносном, что Никита, он старается. Что люди оказали ему доверие, он старается. И я думаю, что благодаря этому доверию, как у него сейчас мировоззрение формируется, что есть смысл стараться, соблюдать диету, физические упражнения. Никита увлекается естественными науками и инженерией. Отлично разбирается в электронных гаджетах. Учится на четвёрке и пятёрке, занимается английским языком. В свободное время ходит в бассейн и в тренажёрный зал вместе с отцом, играет в спортивные игры. А ещё стал капитаном школьной команды «Что, где, когда», которая заняла третье место в общегородском турнире. Но от активного образа жизни и от любимых увлечений придётся отказаться, если в ближайшее время не приобрести расходники к инсулиновой помпе, запас которых на исходе. На шприцах мне нужно было бы перед приёмом пищи доставать его, вводить необходимое количество. А здесь я могу достать помпу, ввести и убрать её. То есть мне не нужно как раньше отрываться от какого-то дела. То есть всё очень быстро. Без инсулиновой помпы поддерживать необходимый уровень сахара в крови очень сложно. Уколы необходимо делать шприцами-ручками 6-8 раз в день, в зависимости от количества приёмов пищи и наличия или отсутствия физической нагрузки. Практически идеального эффекта помогает достигнуть помпа, которая имитирует работу поджелудочной железы. Инсулин нужно колоть в зависимости от сахара, за 20-30 минут до еды. Но это же очень трудно соблюдать, тем более если стараешься вести как можно более приближенный к обыкновенному человеку образа жизни. А здесь получается с помощью помпы можно всё это делать, соблюдать. Чтобы Никита мог и дальше вести полноценный образ жизни, ему необходим запас расходных материалов к инсулиновой помпе. Их стоимость 155 165 рублей. Для того, чтобы помочь, необходимо лишь отправить смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда Никита Пчельников сможет и дальше добиваться успехов и идти к намеченным целям. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. За организацию съёмок благодарим Медицинский центр здоровья.